Мне вот сейчас говорят, Леша, а где твои машины? Пункт номер один. Я в действительности говорю, что машин-то у меня много, в действительности, да? Потому что мы работаем и со многими замечательными конторами, которые ваши машины продают. Сегодня мы пришли куда? На центральную городскую ярмарку. Здесь тоже продают машины. И здесь машины исключительные. И вы можете их посмотреть. Плюсом ко всему, в отличие от интернет-ресурсов, я просто ездил так же по интернет-ресурсам, решил себе некоторые машины взять, ну, понятное дело, что я машины коллекционирую, да? Сколько я потратил времени, потом я съездил в одно, во второе место, и не увидел результата. Представляете, а пробеги-то были до Оренбурга, считайте, промотаться, да, тысячи километров туда и обратно. И потом еще до Набережных Челнов. Это почти две тысячи километров. И ничего не купил. То есть вот в этом есть смысл. Оптимальные результаты, где вы можете машину купить, это только рынок. Потому что здесь машины смотрят, и здесь все это дело демонстрируется. Сегодня мы вам покажем Volkswagen Passat CC. Музыка. 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 вот так вот конечно хотелось бы чтобы нами что-то продемонстрировали от дилеров дилеры у нас какие-то такие сложные все да ну да ладно мы сегодня покажем машину от центральной городской ярмарки volkswagen passat cc сейчас я немножко расскажу об этом автомобиле volkswagen passat cc это был промежуточное звено между фасадом и фаэтоном в городе у нас есть один фаэтон я бы конечно хотел вам продемонстрировать если это будет фаэтон продаваться обратите ко мне я вам продемонстрирую в действительности потому что это супер автомобиль теперь немножко volkswagen group volkswagen group приобрела себе все она забрала себе skoda она забрала себе audi она забрала себе bugatti вот сиат и все остальное еще две-три машины из бизнес-класса взяла на которых можно ездить на смысле не бизнес-класс это для перевоза машин такие взрослые машины представляете да хорошая конторка была взяла на volkswagen passat cc шку вот машина начала выпускаться 2018 2008 года по 2012-2014 год вот после этого она прекратила свое существование но тем не менее машина довольно таки интересная сейчас расскажу про двигатели двигатели здесь было несколько штук один из них оптимальный да такой прикольный двигатель он работал на на это 0 и е85 вот и работал он кстати прикольно да вот сейчас я расскажу небольшую ситуацию дополнится мы смотрели когда-то это дело было назад в будущее вы все дело смотрели и зная о том что доктор а он мог бы перегнать а он мог бы перегнать виски в нормальный этанол машина могла бы ехать потому что вот эта машина ездит на это 0 и представляете маленький косяк маленький косяк в отношении фильма назад будущее так вот двигатель здесь 1814 turbo был а вот и они ездили на это 0 и в том числе дальнейшие двигатели были 18 мы съедим на 18 здесь ступенчатая механка машина клевая вот конечно это хорошо до разгон на самая забавная экономия топлива да то есть я сейчас и не по самой хорошей дороге езжу и все равно мы работаем нормально то есть если вы шестую воткнули вот мы сейчас даже можем шестую вот в принципе вот мы не 50 км часа скорость где-то 700 оборотов нормально недорого все нормально будет ехать вот машина естественно сделано под спорт купе то она говорила сквозь спорт купе то есть она 4 дверки конечно делалось то бишь окна здесь сделаны то есть это не стандартные окна не оконная конструкция да здесь поднимается стекло сейчас даже но не могу сейчас не пока то есть когда вечером вы открываете и опускаете да сами стекла чуть-чуть прижимаются вот в остальном машина конечно мне понравилось но есть тот замечательный агрегат дело в чем заключается машина комплектовалась как 6 ступенчатой механкой так естественно и 7 ступенчатым автоматом а потом его переделали под 6 ступенчатый роботроник типа но тот же авто по сути то вот в америку она постановлялась двумя двигателями 2 литровка вот и 3 и 6 вот где 36 там хорош такой агрегат 345 к был нормальной машины к сожалению таких у нас нет эта машина вот супер то что доктор прописал единственная проблема в этой машине в чем заключается то что она похожа для маленьких детей в смысле я небольшой человек метр семьдесят пять вот тоже задеваю куда-то вот такие машины где вы можете взять на центральной городской ярмарке кстати я последний раз вам объясняю то есть ребят это конечно хорошо когда есть интернет да но и не интернет есть суть вопросы потому что о чем мы сейчас говорим я вот тоже ездил туда-сюда туда-сюда проплатил денег там не по-детски не смог найти понимаете оптимальный вариант это все таки приехать на рынок и люди вам покажут и продадут прокатиться вот это в принципе и работает центральная городская ярмарка она так и делает так машинка хорошенькая да прикольненькая можно говорить что это спорткупе причем когда мы говорим что фольксваген был каким-то таким середнячком нет 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 далеко нет салют нет то есть сегодня фольксваген посад и по цене в принципе это нормальный автомобиль которому вы можете ехать и который может вам давать удовольствие для этой жизни для жизни другой теперь маленький вопрос какие двигатели здесь еще ставились от бензина все турбированные естественно еще и дизельные стали велись двигатель так вот есть такая штука двухлитровый турбодизель да и вот он не попадает под этот налог наш то есть можно взять для пенсионера двухлитровый турбодизель 140 лошадиных сил и вот он будет ехать хорошо вопрос о расходе топлива но мне кажется да что в принципе вот эти сказки про фольксваген это не есть хорошо потому что нормально ездит машина и прекрасно существует но есть тут и замечательный тот самый вешка сделан для милики естественно вещества вещества Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»